Вы смотрите отзыв об отеле Айбас Паттайя, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Аланов, который был в нем в 2014 году. Отдыхали в отеле, я и девочка с работы с 604. Минус 19, 42014. Туроператор Пегас, авиакомпания iFly, отдых на две недели обошелся в 60 тысячах на вторых, вылет из Новосибирска. Рейс, слава богу, не задержался, прилетели во время, сели в автобус и Мин-20 ждали недостающих четырех человек. Наконец-то они пришли, но без багажа. Видать думали, пока они прогуливались по аэропорту, им в отель его доставят. Еще Мин-20 ждали, пока они за багажом сходят. В итоге наш автобус уехал последним. В автобусе Пегасовский гид подарил нам один сим-карту на двоих, так как мы были вдвоем в одном булчоре. Не больно, то она и нужна была, в 7 и лэв мне купила сим-карту так хэппи и там же мне положили на нее деньги. На сотовой набирала 0047 и далее номер выходит 3 бат, Мин. Раз я забыла и набрала плюс 7 и сразу номер, сняли 28 бат, Мин. Также он нам огласил встречу с гидов. Во всех отелях она была часов в 9 и 10 утра, у нас же в 13.00. Весь день на смартфу, можно так сказать. Всем советую сразу по приезду взять карту Паттайя на первом этаже в отеле. Называется полицейская, там очень удобно все расписано. У нас была другая, не такая подробная. Это мы обнаружили почти под конец отдыха. Отель и номер. Как написано во многих отзывах, отель находится в удобном, тихом месте. На Пхукете отдыхала с ребенком тоже выбез, но там территория побольше и зелененькая. А в Паттайе он не для отдыха с детьми, хотя в отеле детей было прилично. Если надумаю с ребенком, присмотрела другой отель. Отель городской, территории почти нет, есть бассейн, но рядом стройка. Лично мы в отель приходили только днем отдохнуть, переодеться и переночевать. В бассейне мы ни разу не купались, так как там постоянно тени стройка, да и времени не было. Персонал весь очень приветлив и улыбчив. Перед отъездом я проштудировала отзывы и знала, что нечетные номера, сдельная кровать с балконом, вид на бассейн, но под окнами стройка, четная кровать и раздельная, балкона нет. Окна не открываются, вид на секонд-роуд. Отель нам понравился. Хорошее место, новенький, чистенький. На Реце и Пшине мы заполнили анкету, отдали депозит в 100 долларов и нас сразу спросили, номер с двух кроватями. Мы нет с одной, они на окна выходят на стройку. Мы ничего страшного, нам важен балкон. Но как оказалось, свободных номеров с балконами не было и нам дали 618 номер, сказав, что через два дня можно будет поменять. Поднявшись в номер, мы расстроились жутко, номер хороший, но белье где сушить то. Выхода у нас не было, чемоданы до конца разбирать не стали и отправились осматривать окрестности. Забегу дальше, на следующий день я увидела, что есть свободные номера с балконом и я бегом на Реце и Пшин, типа дайте сегодня, а не завтра. На Реце и Пшине есть мальчик, который владеет русским, он мне помог объясниться и после 14.00 нам дали номер 315, за что я им подарила Аленку, которую они не заслужили в первый день. Мы были счастливы. На балконе сушилка маленькая, мы натянули веревки, которые я привезла из дома, и все было супер. Стройка начиналась где-то в 8 утра и продолжалась часов до 22.00, но нам она нисколько не мешала, с кондером ее и вовсе не было слышно. Интернет это отдельная песня, на Реце и Пшине надо брать бумажку с логином и паролем, который действителен 7 дней, и причем этот пароль только на один устройство. Я заходила с ноута по одной, а девочка с телефона по другой. Мы ездили на 14 дней, пришлось брать повторно, маразм, питание. Завтраки меня устраивали, за 14 дней надоест не успели. До сих пор вспоминаю круассанчики с клубничным джемом. А так брала яичницу, рис, ветчину, сосиски, арбуз и ананас. Тайскую пищу я как-то не очень. Также питались напротив нашего отеля на рыночке, где еду готовят при тебе. Также ездили в ТЦ Central Festival, там на нулевом этаже есть фудпарк. Завели карту, на которую положили 500 рублей, их мне хватило раза на три. Цены нормальные, еда разнообразная. Если деньги остаются на карте, вам их возвращают. Покупки. Купили себе классные джинсовые шорты по 100 бат, потом нашли их по 79, прогадали. Если идти от Волкин-стрит к магазину Тукам, то будут два недорогих магазина. Прям напротив них вход в огромный храм, где можно купить крема, госты и прочее. Первый, магазин поменьше, там продукция фирмы Тропикена. Второй, огромный открытый магазин, продавец полный мужчина. Ходили в магазин Биг Си, который рядом с отелем, покупали там фрукты. Выходим прямо, доходим до дороги, сворачиваем направо, проходим немного и переходим дорогу, и за киосками будет большой магазин. Там еще у дороги мужичок стряпает классные блинчики. В этом магазине подружка накупила себе классных платьев по 100 бат. Я два раза ходила до тиско-лотуса, выходим прямо, переходим дорогу и идем налево до площади дельфинов и сворачиваем направо и вверх мин 10. Можно и доехать от дельфинов за 10 бат. Там я понабрала себе вещи фирмы F&F, футболки муж, по 100 бат, 3-5 плавок, в упаковке 160 бат, футболки женские 230 бат, сланцы 60 бат. Выбор шикарный, чего только нет. Пожалела, что купальники там не купила. В фидинге на распродаже купила 3 кошелька, 1 розовый за 900, точно такой же черный минус 500 и оранжевый минус 750. Тут же дали мне купон на скидку 450 бат, купила кожаные сланцы. Со скидкой 600 бат вышли. Ночной рынок, не тратьте время. Находится рынок на улице Тепрасик. Работает с пятницы по воскресенье с 17.00 до 22.00. Мы туда съездили и толком ничего не купили, так по мелочи цены на все примерно такие же, как и везде. Вещи мерить не дают. Хорошо хоть не на такси поехали, а на вторых тук-туках с пересадками. Пляж и Калан. Утром мы пошли на местный пляж, так как до встречи с гидом мы не успели бы вернуться с острова. Из отеля вышли налево и пошли к Бич Роуд. Дорога, конечно, не супер, слева два грандиозные стройки. Мы шли под самодельным навесом, до пляжа Мин-3, 5 ходьбы. Перешли дорогу и вот он пляж, узкая полоска, на которой лежат какие-то мокрые мешки, набитые песком, которые поросли мхом. Нам это не понравилось и мы пошли правее, там оказался широкий песчаный пляж. Мы постелили зеленые отельные полотенца и пошли купаться. Честно говоря, я ждала худшего, но залив мне показался пригодным для купания. Вода как в Черном море, только дно местами илистая и попадаются на дне камешки. Если мы не ездили на Калан или экскурсии, то ходили купаться к отелю Центра Гранд Мираж. Доходили до площади дельфинов, переходили дорогу и шли вверх, поворачивали на углу здания налево, на котором была огромная красная вывеска, и упирались прямо на пляж. Пляж широкий и красивый, на дне иногда попадались камешки, но купаться можно. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.